Здравствуйте! Вы смотрите Гороскоп. Меня зовут Антонина Сатарова. Я расскажу, какие советы дают нам астрологи в этот день. ОВЕН Подходящий день для любых занятий, связанных с острыми ощущениями и пребыванием на грани дозволенного. Например, это могут быть какие-то технические, химические и медицинские эксперименты. Телец Попробуйте решить свои проблемы самостоятельно. Например, заново собрать вокруг себя круг подлинных друзей и единомышленников. Близнецы В центре внимания будут отнюдь не развлечения и дружеские посиделки. Скорее всего, первостепенной задачей станет тщательное исполнение повседневных обязанностей. Рак В этот день вы удачливы и можете не опасаться самого худшего. Если вы ищете творческого признания, смелее заявляйте о себе публике. ЛЕВ В этот день вы подвержены влиянию ревности. И в офисе, и дома избегайте неподвижного образа жизни. Бездеятельность нехорошо отразится на вашем настроении и самочувствии. В этот день вам будет легко найти себе увлечение по душе. В зависимости от ситуации, вы можете пробовать свои силы в сфере спорта, бизнеса, медицины и каких-либо расследований. ЛИСЫ Не копите в себе агрессивные переживания и претензии к окружающим. Не вынашивайте мысли о мести и реванше. Прежде чем предпринимать то или иное действие, попробуйте разобраться в причинах своих эмоций. СКОРПИОН В этот день вы удачливы в любых оригинальных начинаниях. Ваша природная проницательность активируется. Грех этим не воспользоваться. СТРЕЛЕЦ Самое время внести в рутинные занятия немного экстрима и острых ощущений. При этом наиболее интересными могут оказаться эксперименты, никак не связанные с основной сферой вашей деятельности. КОЗИРОК Возможно, что друг или партнер станет вашим лучшим помощником. Если вы развиваете собственный бизнес, то в это время у вас есть шанс заключить неожиданную сделку. ВОДОЛЕЙ Атмосфера этих суток усиливает вашу природную восприимчивость, чувственность и проницательность. Не исключено также, что вы интуитивно изберете верный путь для повышения своего авторитета. РЫБЫ Ваши контакты с людьми издалека могут принять форму активного сотрудничества. Однако лишь время покажет, станет ли оно временным или постоянным. Редактор субтитров А.Семкин